А кто убирать будет? В мэрии города взялись за очистку бесхозных межквартальных пролетов. Юридически их должны обслуживать управляющие компании, но отчитываться о графике чистки снега там не обязаны, поэтому и рычагов воздействия на них, увы, не найти. Чего не скажешь о снежных завалах, что образуется на таких брошенных закутках. Раз они никому не принадлежат, то и чистить их получается некому. Ответственность за них де-факто взяли на себя власти города. Не закапываться же из-за этого городу в снегу. Подробности далее. Завывание техники во дворе зимой не может не радовать сургутян. Ведь после этого и проезды станут свободней, и с парковкой будет проще. В городе самый разгар плановой уборки снега на придомовых территориях. Раз в месяц управляющие компании обязаны проводить во дворах Сургута генеральную уборку. Работу по очистке дворов осуществляют 20 подрядных организаций. К процессу привлечено около 60 единиц спецтехники. Управляющие компании разрабатывают графики, опубликуют их на сайте администрации, либо и на своих сайтах. И согласно этого графика выполняется механизированная уборка. Работы по очистке тротуаров и крылец выполняются ежедневно. Подрядчики уже приступили, уже работает практически весь месяц ноябрь. Так что, надеемся, проблем с уборкой дворов в этом году не будет. Так тщательно дворы убирают в среднем единожды в месяц. Все остальное время идет патрульная очистка дорожек. Ее, как говорят коммунальщики, хватает. Единственное, на что сетуют представители управляющих компаний, так это беспечность жильцов. Чтобы начисто прибрать во дворе, нужно как минимум расчистить его от машин. Делают это далеко не все. Кто забывает, кто ленится выйти на улицу, а кто и вовсе это своим долгом не считает. К счастью, сейчас многие жилые дома имеют собственные группы в мессенджерах. Это значительно облегчает поиск автовладельцев. Хотя есть и такие, кого даже соседям не удается найти. И тут уж после грейдеров и погрузчиков поработать лопатой приходится дворникам. В эти группы выкладываются эти фото злостных нарушителей. Ну, чтобы немножко было стыдно, что ли. Но бывают собственники, которые просто не могут. В больнице находятся или что-то. Они также сообщения выписывают, ключи оставляют, чтобы перегнали их транспортное средство. Но в основном все собственники стараются. Ну, остается тогда эта машина. Максимально вокруг убирается. Это дворники, естественно, вручную лопатами эти камушки откидывают, чтобы потом как-то собственник смог выехать. Впрочем, это не единственная головная боль коммунальщиков города. Большую проблему для них властей города и самих горожан представляют бесхозные участки. Таких проездов в городе 120. Графика их уборки, что и логично, попросту нет. Все жалобы, которые присылают горожане в адрес главы, фиксируются. Автогрейдеры по поручению градоначальника выезжают и на эти территории. Благотворительная помощь подрядных организаций, скажем так. Системной периодичности нету, потому что, сами понимаете, бесхозяйная территория, она, мягко говоря, не совсем учтена. И поэтому какие-то периодичности в нее закладывать, ну, это надо дополнительные финансы, которых в городе не так много. Свободно. Как говорят чиновники, повлиять на ускорение процесса очистки бесхозных территорий могут сами горожане, обратившись в мэрию. Больше всего обращений жителей на социальных сетях, где-то там на сайте главы, в директ, в инстаграме, например, или там в одноклассниках, вконтакте. Мониторится ситуация и, соответственно, по обращениям граждан решается ситуация. Сейчас в городе пересматривают кадастровую карту. Это значит, что скоро все 120 таких захутков отойдут городу на баланс. Горожанам можно будет рассчитывать не только на системную уборку этих площадок, но и на их ремонт. А вот что касается дворов, то качество уборки снега там во многом зависит от самих жителей. Общим собранием дома они могут увеличить чистоту механических чисток, например, если согласятся участвовать еще и своим рублен. Евгений Неупаков, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут.